приветиже это хайдренер и мои сердечные труханы и конечно моя седая красивая борода сегодня у меня творческий порыв я буду заниматься рукоделием творчеством как-то уже заметил я буду строить не что через решку дабы ускорить процесс и оптимизировать его чтобы моя башка не закружилась потому что я уже все-таки старый драхлый дед копать я буду в два этапа ну вот и все мой личный мост из грязи готов я долго мечтал это сделать в этом игре и у меня получилось изначально у меня в планах было сделать широченный мост для проезда моего трактора но это оказалось слишком трудоемкая задача для меня одного поэтому было принято решение воплотить свою мечту на 50 процентов сейчас я еще возьму вот эту расческу для грязи которая граблями называется пойду на мостик у меня же мост из грязи выровняю его будет такой ровный идеальный мост правая часть моста не захотела равняться потому что мало земли местами конечно будет дырявенький но ничего страшного зато ровненько конечно ровно и дыряво это не одно и то же но в конце концов я что-то тебе не асфальт кладу хорош грязи возиться пойдемте мой мини заводик покажу вот так вот это сейчас все выглядит пришлось правда трубы удлинить немножечко для того чтобы все это компактненько влезло вот бур дробилка дальше идет небольшой конвейер и сортировщик работает все как мои дыхательные пути в общем так как я и хотел настало утро пора и с рудой повозиться придумал схему как отсеивать камушки и осколки от основной руды отключаем наш бур вот мой тазик железом и другим барахлом всю эту требуху высыпаем в чан конечно эта схема еще требует отработок я в первый раз ее тестирую ну короче суть в чем я закидываю в чан все барахло все что чан переваривает остается в чане а все что не переваривается пробивает ему дно и падает в тазик то есть вот сейчас я подниму чан и видишь там вот все эти ювелирные камни и осколки а чан теперь я могу спокойно тащить и переваривать а блин а там что-то светится по ходу осколок один попал ну как там мой супец добавлю еще железо кажется все готово можно и слитки отливать осколок там нигде не завалялся неужели он тоже сварился ну ладно и так сидят пойдем здравяк тебя взвесим нифига себе 90 килограмм косарь монет за него могут отвалить но я же чтоб меня кузнец можно замутить что-нибудь с этим слитком что-нибудь чем могу сделать кинжал нет это слишком просто топор точно у меня там есть еще золото я сделаю железо золотой топор но сперва нужно проверить одну теорию что будет если я в одном чане переплавлю и золото и железо золото 50 почти 60 грамм теперь если мы хотим получить все-таки золото из этого всего то нужно чтобы железная руда была по весу меньше кладем железную руду блин он больше надо поменьше найти или взять побольше золотой руды да наверно так будет проще получается у нас есть две золотых руды весом 1 в 60 грамм а если обе то 1 килограмм 17 грамм а вместе с железом вместе железом все это у нас выходит 1 килограмм 87 грамм для чего я все это делаю для того чтобы надуть продавцов и получить больше от них денег поскольку золото стоит дороже чем железо моя логика такая в чане у нас больше золота оно должно сейчас расплавиться вместе с железом и при выплавке слитка у нас должен получиться слиток с примесью железо но он будет золотым я расплавилась идем смотреть золото реально золото отливаем какой массив кучка но золотой теперь осталось его взвесить а где железо почему один килограмм 17 грамм короче походу меня надули по итогу я получил золотой слиток без железа а железную руду которую я кидал в чан она тупо испарилась хорошо что я провел эксперимент всего лишь на маленьком количеством руде а то если там было больше я бы инфаркте со получила у возвращаясь к идее о выплавки двух метального топора который поможет мне заработать миллион весом и слиточек получился на целый косарь монет то что мне остается это раскалить эти слитки и выдолбать из них топорик хотя а если я добавлю туда еще камушек какой-нибудь увесистый 45 грамм это не увесистый это вес моего мизинчика сыненки иди сюда удиви меня килограмм а нет подожди надо рубин убрать 61 грамм по увесистый рубина рубин 45 не бегут рубины делать выбор сделан сейчас мы его шли по нем синенький красивенький камушек и по итогу мы сделаем не топор а ожерелье из двух металлов и синим красивым сияющим камнем вот оно произведение искусства в моем ожерелье 90 килограмм железа и 50 золота что же за мамонт будет таскать такой тяжелый ожирели весом 140 килограмм и если я продам его то получу 2 500 монет не миллион конечно но тоже неплохо пойдем продавать возьми это и дай мне свои деньги мамами я столько монет жизни еще не видел своей скорее скорее в казино магазин тоже своего рода казино они вечно отбирают у меня деньги пришел я сюда за шлемом шахтера чтобы всегда видеть во тьме возьми мои деньги дай мне эту штуку примеряю вот это освещение ночью наступит и я протестию этот шлем а пока едем в большой город тратить бабло и теперь я езжу в него не через мост а через речку так гораздо ближе чем объезжать зимний биом и но делать круг короче а тут сразу с приста не заезжаешь и вообще нормально и прямо у магазина можно запарковаться и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Поехали! Какого? Как это? Дома без крыши. Где мой шлем? Ни черта не видно. О, другое дело. Теперь грабельками выравниваю место под фундамент, потому что делать все буду по технологии. И укладываем туда плиты. Стеночки пошли. Окошечко. Крышечка. Дверочка. Катастрофа! Просто же катастрофа! Дверь открывается в стенку. Негоже так. Придется дом перестраивать. А точнее, наизнанку его выворачивать. Все из-за дверей. Ну вот, теперь порядок. Дверь открывается как надо. Укладываю пол в доме. Устанавливаем лесенку. Фундамент же у нас высокий, без лесенки никак. А чё это она в упор не ставится? Я не понял. Выпилить тогда дверь, раз лестница не ставится. Да чё ты такая упрямая лестница? Давай ты встанешь. Не, ну так, конечно, тоже негоже. Это что, выходит, мне прыгать с лестницы в дом нужно будет. Я подняться нормально хочу. И не так, и не сяк не поставить в упор. Что ж за лестницу купил я во двор? Походу, торгаш мне подсунул бракованную лестницу. Ну где это видно? Полметра между домом и лестницей. Завтра с утра повезу торгашу, буду сдавать ее. Не нужна мне такая лестница. Вот и черепицу на крышу кладем. Будет в доме уютненько днем. Дом моей мечты готов. Узрите же его. Единственное, чего мне не хватает, это... Туалет, а душа, раковины, канализации, кровати, стола, стульев, совета электричества. И, конечно же, компьютера. Здорасьте, мне нужно все для комфортного житья. О, отлично, кровать, я покупаю. Как же без стола, он нам тоже пригодится. Коврик в хату пригодится. Украшательства нужны. Вроде бы комфорт купил, можно мчать домой. Остается все это расставить и кайфовать, наслаждаться жизнью. И, конечно же, хорошо выспаться. Блин, вот кто бы мне еще дверь открыл тут. Ну вот и все, дом обставлен. Последний штрих красоты. Цветочечки. Пожалуй, здесь еще одну кломбу можно поместить. И будет вообще четко. А теперь, welcome, room tour моей хижины. Тут у меня расположился столик с инструментами, кроватка. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok